Проблематика нашего семинара Это модель краеведческой деятельности, отражающая особенности развития этой деятельности в условиях цифровой среды и с учетом каких-то новых значимых социальных и культурных задач последнего времени. И это очень интересно. Например, в структуре краеведческой деятельности библиотек появились совершенно новые направления, связанные с краеведческой фактографией. Точнее было бы сказать, новый взгляд на нее. Появился новый тип источника, тип ресурса, сразу базового, необходимого, обязательного. Это универсальные краеведческие фактографические базы данных, которые позволяют абсолютно иначе представить ту традиционную работу, которая всегда велась, которая отражалась в таких классических, очень несовременных формах, как календарь знаменательных и памятных дат, последние годы в издательской деятельности. А тут появляется новый тип источника, который показывает все это богатство сразу непосредственно пользователям. Это доступная открытая база данных. И при этом это рабочая база, которая позволяет объединить в этих фактографических усилиях и маленькие библиотеки, совсем филиалы, и более крупные. Она, скорее всего, будет у нас в регионах сразу одной на всю область. И тут, конечно, другой уровень взаимодействия возникает. Еще одно направление, еще один новый тип, это то, чего не делали раньше и, собственно, до сих пор не делал никто. Это огромное направление по значению, по сбору краеведческих документов сетевого доступа из интернета. Библиотеки раньше этим не занимались, они собирали всегда, ну вот, собственно, книжный поток, поток печатных документов, так или иначе. Ну, в более позднее время, да, издания в электронной форме, но все равно это отдельные издания на дисках или копиями. А сейчас речь идет о том, чтобы собирать из интернета и отбирать в режиме экспертного отбора краеведческие документы, которые никогда изданиями не были и не являются. То есть весь тот поток ценного, который проходит через интернет, те издания, которые рождаются, живут и умирают в сети, значит, библиотеки будут их отбирать и сажать в такой новый элемент, как электронный краеведческий архив. Это совершенно новая разработка, я даже сказала бы, что в деталях она еще не закончена, мы сами занимаемся этой темой, но мы уже достаточно понимаем про этот элемент, вычисленный нами как по системе, как по таблице Менделеева, мы знали, где он должен лежать. А вот теперь мы его описываем, и мы рассчитываем на то, что это резко расширит возможности библиотек и поднимет их статус, потому что никто-никто сбором этих ценных материалов ни в стране, ни в мире вот в таком режиме не занимается. Но вот такие самые главные, пожалуй, ключевые вещи. А так в целом, я бы сказала, что новый подход совершенно к издательской деятельности, например, который и так разворачивается. Но мы делаем акцент, например, на преобладании, публикации уникальных краеведческих документов. И еще можно сказать, что одно из важнейших направлений краеведческой деятельности, оно не новое, но мы, наконец, ставим его на правильную основу. Это музейно-архивная работа, которая закреплена в руководстве по краеведческой деятельности в отношении архивных документов как вообще совершенно обязательная. И, в общем, вот тут разговор идет о том, как это делать по-настоящему правильно, по музейным и архивным правилам. И какие возможности это дает не просто краеведческой деятельности библиотек, а какие возможности это дает для того, чтобы библиотеки публичные вообще выжили в условиях, когда книжки у нас в электронном виде доступны где угодно, и когда нет денег на комплектование, чем может поразить людей, чем может быть исключительно полезная библиотека? Это тем, что она собирает уникальные документы и умеет с ними профессионально работать. И представлять их вместе – это такая гибридная модель, когда библиотека публичная особенно становится не просто библиотекой, комплексным краеведческим информационным центром, который соединяет в себе музейную, архивную и, собственно, библиотечную форму работы. Пожалуй, так.